Петербургская молодежь глохнет у юных еще людей, снижается чувствительность к высоким частотам, то есть слух постепенно становится все хуже. Таковы результаты исследований петербургских ученых, которые обследовали в течение нескольких лет полторы сотни студентов северной столицы. Проблема, по мнению экспертов, скрывается в том числе и в небрежном отношении к своим барабанным перепонкам. Ведь можно с уверенностью сказать, что 21 век эпоха наушников, в том числе и беспроводных, которые, как заявляют некоторые зарубежные исследователи, вредят не только слуху, но и всему организму в целом. Сегодня мы пригласили в гости эксперта, доктора, чтобы дать четкую инструкцию, как нам с вами сохранить слух. Поговорим сразу после сюжета Егора Ильченко. Звуки жизни большого города наконец-то вернулись в северную столицу во всей красе. Правда, немало на улицах и тех, кто предпочитает окунуться с головой и ушами в свой шум. Надел наушники, включил нужный фон и вперед по своим делам. Казалось бы, удовольствие, да и только, если бы не тревожные научные наблюдения. Среди огромного изобилия современных наушников некоторые ученые предполагают, что самые вредные из них это как раз-таки беспроводные. Якобы именно они негативно влияют на кору головного мозга высоким уровнем радиочастотного излучения, что может привести не только к повреждению молекул ДНК, но и к онкологии. Дело дошло до того, что более 200 врачей из США написали петицию в ООН и Всемирную организацию здравоохранения. Требование – запретить беспроводные наушники. Пока западные ученые борются с технологическими новинками, идем к отечественным экспертам. Измерять плотность потока энергии беспроводных наушников. Включаем Ноктюрн Шопена и ловим сигнал. Прибор показывает 0,1 микроватта на сантиметр, 0,1 микроватта на сантиметр в квадрате. Предел обнаружения данного прибора – одна единица, то есть в 10 раз ниже, чем предел обнаружения прибора. И нормой в нашей стране является 10 микроватт на сантиметр в квадрате. И все же слух среди тех, кто постоянно использует наушники, снижается. Таковы результаты пятилетних исследований ученых Института физиологии имени Павлова. Выяснилось, из 150 обследованных студентов петербургских вузов, у 58% нарушилась чувствительность к высоким частотам. И тут уже не важно, с проводом наушники или без. Все-таки главный убийца слуха, по мнению экспертов, – это запредельная громкость. Длительное прослушивание наушниками типа таблеток, соответственно, там нарушаются естественные условия восприятия звука. И отсутствует воздушная подушка, которая в случае амбишуров присутствует. Она защищает структуры среднего уха от воздействия опасной громкости. Здесь в этом смысле ухо не защищено. В сфере торговли электроникой констатируют, самоизоляция породила всплеск спроса на наушники, как по стране, так и в Петербурге. Но качественный товар заказывают далеко не все. Чтобы не попасть в ситуацию, вот такую, скажем, и с поломкой, или средом здоровья, я думаю, что имеет смысл все-таки доверять тем каналам, которые большие, легальные, проверенные, и в случае любой проблемы придут на помощь и уж точно исключат в своем канале продажу констрафактных поддельных устройств, которые могут наводить здоровье. Тем временем исследователи добавляют, портят слух не только наушники. Мир в принципе становится все громче, особенно в мегаполисах наподобие города на Неве. И уж если без музыки в дороге не обойтись, то не будет лишним делать это потише, чтобы в будущем слуховое восприятие ритма и речи не превратилось в разгадывание ребуса. Егор Ильченко, Захар Киселев и Ольга Петрова. Известие специально для телеканала 78.